Самое новое, технологичное, очень сложное, но весьма полезное. Это проект ХайТек на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Сегодня знакомим коров и складываем оригами. Британские ученые вдохновляются древним прикладным искусством. Разработчики из Туманного Альбиона придумали, как уберечь дроны от повреждений после столкновений с разными препятствиями. Дроны падают и ломаются. Дроны врезаются в окна, ветки деревьев, в столбы и тоже ломаются. В стремлении защитить беспилотные летательные аппараты от столкновений, эксперты Имперского колледжа Лондона обратились к древнему искусству складывания бумаги. Они разработали оригами-подушки для поглощения ударов и назвали это рот-оригами. Способ, придуманный британским ученым из университетского колледжа Лондона, отлично подойдет для небольших беспилотников, которые в основном передвигаются внутри помещений. Все же защитная конструкция из рот-оригами имеет довольно большую парусность. При ветре это может сыграть злую шутку с дроном. Ценность метода оригами для наших дронов в том, что это дополнение очень легко изготовить. Его можно вырезать лазером из листов пластика, а затем сложить вручную форму, необходимую для защиты от ударов. Мы также можем изменить схемы складывания и таким образом менять амортизирующие свойства. Такие конструкции легки, прочны и универсальны. Эксперты из Imperial Aerial Robotics Lab, дочерней компании Университетского колледжа Лондона, теперь планируют создать способ уменьшения повреждений дронов при ударе снизу и сверху. Также они надеются адаптировать технологию рот-оригами для использования на больших дронах. Ученые хотят узнать, как ходили древние рептилии. Для этого они создают компьютерные модели и конструируют роботов довольно устрашающего вида. Этот робот выглядит как гибрид скелета из музея археологии и, собственно, робота. Но так и было задумано. Используя древние окаменелости животного, которое обитало на Земле 300 миллионов лет назад, команда швейцарских и немецких ученых разработали метод моделирования наиболее вероятных способов передвижения вымерших животных, по сути, походки древних рептилий, и создали робота для демонстрации своих возможностей. С помощью этого проекта мы попытались воссоздать походку вымершего животного, в данном случае это Orobatis Pabsti, и мы сделали этого робота на основе окаменелостей. Этот биологический вид был выбран неспроста. Во-первых, это самое древнее сухопутное существо, окаменелости костей которого имеют в распоряжении ученые. Во-вторых, это представляет интерес, потому что именно во время жизни этой ящерицы проходил ключевой период эволюции. Амфибии становились рептилиями. Как считают ученые, походка Orobatis Pabsti была довольно схожа с тем, как передвигается по суше современный Кайман. В Великобритании придумали тиндер для коров. Серьезно, и запустили проект точно в день всех влюбленных. Можно делать свайп вправо, чтобы сказать «да», или влево, если тёлка или бычок не нравится. Давайте узнаем, зачем всё это. Многие думают, что фермеры настоящие ретрограды и не используют высокие технологии. Но только не Великобритания. Здесь давно призвали на помощь генетику, компьютерные прогнозирования и вот теперь приложение, которое позволит находить коровам лучшую пару для получения лучшего потомства. Аблет называется Tadder от слов Tinder и Adder, то есть в имя. Пользователям предлагается сделать снимок коровы, заполнить анкету и опубликовать её. Затем можно приниматься за поиски подходящего быка или коровы. Это даже проще, чем с людьми, потому что в анкетах огромное количество данных, которые позволят предсказать, каким будет их потомство. Для фермера чрезвычайно важно знать, каков будет надой молока и содержание белка в этом молоке и другие параметры. Также создатели приложения считают, что Tadder просто кардинально изменит способы продажи скота. Традиционно коров и прочую живность продают на рынках, но каждая поездка туда в тесных грузовиках — это стресс для животного. Я думаю, все согласятся, что нет ничего лучше, чем осмотреть животное в его доме, в его естественной среде обитания, а не заталкивать его в грузовик. К тому же на рынке не выйдет осмотреть всех. За последний год с помощью портала Sell My Livestock, который теперь синхронизирован с приложением Tadder, уже произведено сделок на более чем 50 миллионов фунтов стерлингов. Фермеры покупают и продают скот, корма и оборудование.